Радио Медуза Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова А в чем предмет спора? В одной конкретной статье Устава Международного уголовного суда. На него обратили внимание сразу три авторитетных эксперта по международному гуманитарному праву. Об этом написал Кевин Джон Хеллер, профессор международного права и безопасности в Центре военных исследований Университета Копенгагена, специальный советник по военным преступлениям прокурора Международного уголовного суда. Также на это обратил внимание Том Даненбаум, доцент международного права и сопредседатель Центра международного права и управления Школы права и дипломатии Флетчера при Университете Тавца. А также Андреас Циммерман, профессор международного и европейского права в Потсдамском университете и директор Потсдамского центра прав человека. Каждая из них опубликовал по статье, которая посвящена использованию Украины 124-й статьи при ратификации римского статута. Хеллер и Даненбаум считают, что Киев, амнистировав своих граждан на 7-летний срок, создал для МУС проблему. Циммерман не так категоричен, по его мнению, все противоречия можно разрешить. И что это за 124-я статья? Как раз та, что позволила Украине сделать при ратификации статута исключение для своих граждан по военным преступлениям. Вот как звучит эта статья. Временное положение, цитата. Несмотря на положение пункта 1 статьи 12, государство, становясь участником настоящего статута, может заявить, что в течение 7 лет после вступления настоящего статута в силу для соответствующего государства, оно не признает юрисдикцию суда в отношении категории преступлений, упоминаемых в статье 8, когда, как предполагается, преступление совершено его гражданами или на его территории. Заявление по смыслу настоящей статьи может быть снято в любое время. Положение настоящей статьи рассматривается на конференции по обзору, созываемой в соответствии с пунктом 1 статьи 123. Конец цитаты. И что с этой статьей не так? Правовая коллизия состоит в том, что эта статья считается постепенно отмирающей. Она появилась в римском статуте с подачи Франции в последний момент перед принятием финального текста документа в 98 году. Но в 2015 Ассамблея государств-участников статута приняла решение целиком аннулировать 124 статью, в том числе потому, что с 2002 года ее никто не использовал при ратификации. Специальная рабочая группа выбирала, как лучше избавиться от отжившего пункта, сразу или через длительный процесс внесения поправки. Остановились на втором варианте. Теперь, чтобы поправка вступила в силу, ее должны ратифицировать 7 восьмых всех участников римского статута, то есть более 100 стран. Кворума пока нет. Решение одобрили только 23 государства, в основном европейские страны. Причем, по замечанию Тома Даненбаума, среди них даже самые принципиальные союзники Киева, вроде Литвы, Эстонии и Латвии. Поэтому Украина и имела право воспользоваться 124 статьей. А зачем Украине вообще нужна эта статья? Судя по всему, за тем, чтобы Международный уголовный суд мог судить военнослужащих российской армии за военные преступления, совершенные в Украине, но не украинских военных. Для этого власти Украины в комментарии по поводу применения 124 статьи специально не стали делать оговорку о 7-летней отсрочке для предполагаемых военных преступлений, совершенных на территории страны. Вот цитата из украинского документа. Украина заявляет, что в течение 7 лет после вступления римского статута в силу, для Украины она не будет признавать юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении преступлений, указанных в статье 8 с учетом поправок, если предположительно такие преступления были совершены ее гражданами. Конец цитаты. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая объясняла, что работа по ратификации римского статута возобновилась в мае 24-го года, и первой задачей, по ее словам, была необходимость убедить командование ВСУ в том, что ратификация не представляет дополнительных рисков для украинских военнослужащих. А что на самом деле? Риски преследования есть и для военных ВСУ? Мы не знаем наверняка, но к легитимности 7-летней отсрочки для украинских военных у экспертов действительно есть вопросы. Кевин Джон Хеллер и Том Даненбаум сомневаются, что Украина вообще имела право выборочно отменить 124-ю статью только для своих граждан, но не для своей территории. Дело в том, что в обоих предыдущих случаях использование странами этого пункта с аналогичной оговоркой римский статут ратифицировали Франция и Колумбия. Речь шла о полной формуле, то есть отсрочка предоставлялась как для преступлений, совершенных гражданами этих государств, так и для преступлений, совершенных на территории этих стран. Так что если судьи МУС придут к выводу, что Украина не могла использовать выборочный подход, потенциальные последствия могут быть крайне неприятными для Киева. От возможности заводить дела на украинских военных, если суд откажется признавать частичную отсрочку, до иммунитета для российских военных преступников, если суд распространит отсрочку и на территорию Украины. Есть еще один спорный вопрос. Том Даненбаум в своей работе также отметил, что семилетняя отсрочка не распространяется на гипотетические военные преступления, совершенные гражданами Украины на территории России, например, в Курской области. Потому что действие 124-й статьи, по его мнению, ограничено только территорией Украины. Андреас Циммерман менее скептичен. Он обратил внимание на то, что 124-я статья предоставляет отсрочку только для военных преступлений. Поэтому можно представить себе конфликт, где одна сторона будет совершать только военные преступления, и ее защитит 124-я статья. А другая — только преступление против человечности или геноцид, и на нее иммунитет распространяться не будет. А раз 124-й статьей в принципе не запрещается предоставлять преимущество одной из сторон конфликта, то и схема, предложенная Украиной, может оказаться рабочей, резюмирует он. Это единственный вопрос, по которому спорят юристы. Нет. Кроме семилетней отсрочки, Украина при ратификации римского статута сделала еще одно важное заявление. Она воспользовалась третьим пунктом 12-й статьи статута и признала юрисдикцию МУС для всех военных преступлений с 21 ноября 2013 года, то есть с начала Евромайдана или революции достоинства. Третий пункт 12-й статьи позволяет странам, которые не являются участницами римского статута, передавать под юрисдикцию Международного уголовного суда отдельные преступления. Украина уже дважды использовала этот механизм. Сначала в отношении предполагаемых преступлений, совершенных во время протестов на Майдане, потом для предполагаемых преступлений, совершенных в Крыму и Донбассе. Формально оба раза юрисдикция МУС распространялась на всю территорию Украины. Первый раз с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, второй раз с февраля 2014 года и по сей день. То есть теоретически уже сейчас Международный уголовный суд может осудить украинских граждан за военные преступления. По мнению Хеллера и Даненбаума, налицо явное противоречие заявлений по 3 пункту 12-й статьи и по статье 124 Римского статута. Сложно сказать наверняка, у какой нормы будет приоритет. Хеллер ссылается на мнение некоторых своих коллег, который считает, что заявление о признании полной юрисдикции Международного уголовного суда весомее, но сам он сомневается в такой трактовке. Симмерман и тут занимает более выгодную для Киева позицию. Эксперт считает, что государство имеет право на то, чтобы его предыдущие заявления по 3 пункту 12-й статьи в момент присоединения к Римскому статуту становились недействительными. Так исключается одновременное действие двух конкурирующих правил в отношении военных преступлений. Если оговорки Украины признают легитимными, получается, Международный уголовный суд не сможет обвинить ВСУ в военных преступлениях, совершенных до 2031 года? Хеллер, Даненбаум и Циммерман согласны в том, что Международный уголовный суд может преследовать граждан Украины за военные преступления, совершенные в период с 21 ноября 2013 года и до присоединения страны к Римскому статуту. Что будет с преступлениями, совершенными во время 7-летней отсрочки, непонятно. Циммерман предполагает, что они будут полностью исключены из юрисдикции Международного уголовного суда, даже несмотря на новые заявления Украины о признании юрисдикции суда с 2013 года. Так кто в итоге решит, правильно ли Украина ратифицировала римский статут? Окончательно это может сделать только сам Международный уголовный суд в Гааге. Например, если прокурор МУС инициирует расследование против украинских военных, судьям предстоит решить, попадает ли конкретная ситуация под юрисдикцию суда. Правда, Украина может и по собственной инициативе избавить суд от необходимости принимать сложные решения. Та же 124-я статья римского статута позволяет государству, которая сделала заявление об отсрочке, в любое время снять его. Франция в 2008 году стала первой, пока единственной страной, которая воспользовалась этой возможностью. Amnesty International уже призвала Украину изменить решение по 7-летней отсрочке для своих граждан. А в остальном римский статут уже вступил в силу для Украины? Пока нет. Точная дата зависит от того, когда Украина сдала или сдаст свою ратификационную грамоту на хранение генеральному секретарю ООН. Если это произошло в августе, то римский статут вступит в силу для Украины 1 ноября 24-го года. Если в сентябре, то 1 декабря 24-го. Это Радио Медуза. Все наши главные материалы в звуке. Мы есть на всех основных подкаст-платформах и, конечно, на YouTube-канале Медузы. А также в приложении Медузы, которое умеет обходить блокировки и работает в России без VPN. Оставляйте комментарии там, где это возможно. Так вы поможете усилить сигнал Радио Медуза и донести независимую информацию до большей аудитории. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...